28 августа состоится традиционный и долгожданный праздник – День города Шадринска. План проведения праздника разработан, но организация осложняется ситуацией с заболеваемостью. Организаторы стараются приложить все усилия для того, чтобы сохранить массовость празднования на уровне прошлого года. Так все мероприятия будут сосредоточены на территориях учреждений досуговых центров. Начнется программа с традиционного дня нового поселка, посвященного 72-й годовщине. Нового поселка в вечернее время с 17 часов до 21 часа. В программе Дня нового поселка состоятся как спортивные мероприятия, так и концертно-развлекательные программы с участием творческих коллективов Дома культуры Нового поселка «Созвездие» и артистов городских учреждений культуры. 28 августа основной площадкой праздника станет территория Дворца культуры. Здесь пройдет официальная торжественная часть мероприятия. С 11 до 21 часа состоятся несколько разножанровых программ творческих коллективов Дворца культуры и города. В 18.00 горожане смогут принять участие в торжественной церемонии «Слава Шадринска», где будут объявлены новые кавалеры знака «За заслуги» перед городом. Здесь будут вручаться почетные грамоты главы города, почетные грамоты Шадринской городской думы по традиции. Здесь мы узнаем имена обладателей общественной медали за любовь и верность. Это семь достойных пар. Здесь мы будем знать имена лауреатов именной молодежной премии администрации города Шадринска за 2020 год. И по окончании вот этой церемонии будут продолжены концертные программы с участием, скажем так, звезд эстрады не только Шадринска, но и нашего зауральского региона. Многие культурные события в городе состоятся в библиотеках, в том числе и центральной библиотеке имени Александра Никифоровича Зырянова. Будет работать акция «Запишись в библиотеку», то есть все горожане, кто пожелает стать читателями библиотеки, будут записаны без уплаты регистрационного взноса. Накануне Дня города в Большом зале на втором этаже библиотеки откроется художественная выставка, где с 11 до 13 часов один из педагогов художественной школы будет проводить экскурсии по залу выставки. Здесь будет оформлена выставка. Выставка учащихся и педагогов детской художественной школы. Я так понимаю, что эта выставка будет опять же из фондов школы. И посвящена будет городу Шадринску. Вот такой небольшой подарок будет горожанам в честь Дня города. И в День города мы планируем на открытой площадке провести развлекательную игровую программу, которую мы назовем «Мой милый город, тебе я сердце отдаю». Вот такое вот трепетное название. С 10 до 13 часов в библиотеке подведут итоги и наградят победителей летнего марафона литературной гонки. Также планируются игры, развлечения и викторины. Развлекательные программы планируются и на территории Краевеческого музея имени Бирюкова. Развернутся несколько программ познавательных, культурологических на территории рядом с музеем Шадринским Краевеческом. Также в самом музее пройдут экспресс-экскурсии. И горожанам и гостям города здесь будут предложены экскурсии по городским улицам. Экскурсии по нашему старинному городу также организует и Шадринский туристко-информационный центр, который в этом году примет участие во всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб». 28 августа в 12 часов по местному времени в культурных учреждениях Шадринска стартуют бесплатные экскурсии. Для всех желающих узнать как можно больше информации о своем родном городе, о его истории, о его уникальном культурном наследии. Влюбитесь заново в свой город. Посмотрите на его привычные улицы и дома совершенно с другой стороны. Узнайте об известных, знаменитых людях, чья жизнь или деятельность была связана с нашим городом, о людях, которые прославляли и продолжают прославлять Шадринск. Приглашаем вас на эту экскурсию. Всю нужную информацию вы найдете на сайте туристко-информационного центра города Шадринска или в нашей группе в социальной сети Вовконтакте. В 14 часов Центр досуга и кино «Октябрь» поздравит город Шадринск торжественным концертом и не менее интересным мероприятием. Центр досуга и кино «Октябрь» подготовил для всех вас, дорогие жители города, концертную программу под названием «К тебе с любовью, Шадринск». В концерте примут участие наши творческие коллективы и гости праздника, поэтому всех вас ждем на концертную программу. Также в кинотеатре «Октябрь» пройдет всероссийская акция «Ночь в кино», посвященная Дню российского кинематографа. Мы покажем три фильма «Огонь», «Конек, горбунок» и «Пальма». Все фильмы абсолютно бесплатны. Показ начнется с 10 часов вечера. Забавы, конкурсы и мастер-классы готовит для жителей Шадринска и Центр русской народной культуры «ЛАД». Творческий коллектив Центра русской народной культуры «ЛАД» активно готовится к любимому для наших горожан празднику – Дню города. Уже сейчас юные горожане могут принять участие в двух онлайн-конкурсах, которые посвящены нашему празднику. Один из конкурсов – это конкурс художественного чтения «О Родине стихами говорим», и второй конкурс – это конкурс фотографий. Итоги конкурсов будут подведены во время праздничной программы 28 августа. А участникам, получившим звание лауреатов, будет предоставлена возможность прочитать стихотворение с большой сцены. Ярким событием праздника станет шестой открытый конкурс декоративно-прикладного творчества «Шадринский гусь», участие в котором мы приглашаем принять не только жителей Шадринска, но и жителей других городов и районов Курганской области. Также для жителей Шадринска распахнет свои двери город мастеров. Там горожане познакомятся с изделиями декоративно-прикладного творчества, а также смогут приобрести сувениры и посетить выставку краеведческой литературы. Для юных шадринцев разного возраста подготовлены развлекательные программы. Это интерактив жмурки, скалки и скакалки, а для самых маленьких состоится конкурс рисунков на асфальте. Ребята более старшего возраста смогут выбрать дело по душе, посетив мастер-классы ремесленных мастерских. Здесь ребята могут познакомиться и с гончарным кругом, и с шадринской росписью, и с текстильной куклой, и с ручным качеством. Фото зоны, показательный турнир клуба исторического фехтования «Ратники», поздравления творческих коллективов и солистов, а также многое другое ждет вас в Центре Русской Народной Культуры «ЛАД». Непосредственно в день города у нас состоится праздничный фейерверк в 22 часа. Программа, конечно же, будет корректироваться, я думаю, что еще месяц впереди. И, наконец, 29 августа у прилегающей территории Дворца Культуры состоится 25-й открытый межрегиональный рок-фестиваль молодежи «Город Найсети». В этом году он посвящен 80-летию градообразующего предприятия Шадринского автоагрегатного завода. Организаторами этого фестиваля станет непосредственно коллектив Дворца Культуры, Некоммерческого партнерства Дворец Культуры, Шадринского автоагрегатного завода. Присоединиться к организационным вопросам здесь Шадринский городской рок-клуб, концертное объединение арт-шоу и мотоклуб «Свободные ангелы». По традиции у нас в этом фестивальном проекте принимают участие не только команды из города Шадринска, но и команды из Кургана, Екатеринбурга, Каменск, Уральского, Далматова и других городов Уральского федерального округа. Вот такая трехдневная палитра мероприятий ждет шадринцев в случае благоприятной эпидемиологической обстановки. Увидимся на дне города!